Слава Иисусу Христу! В прямом эфире Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, ваш покорный слуга, прошу любить и жаловаться. И братья, сестры, кто подключился, кто подключается, я приветствую всех во имя Господне, надеюсь, и моя семья уже подключилась тоже, супруга моя, детки, внуки, пусть Господь благословит. На ум подключился Дамианда, слава Иисусу Христу, аминь, навеки слава Богу Святому, аминь. Вот, и пока подключаются люди, можно спеть первые там минуты, пока сейчас кто-то еще подключится, кто-то подключается. А, здесь псалмоз пива у меня есть украинской мовы, но я спою на русском языке, наверное. Да, спасибо, Господь, спасибо. Спасибо за этот вечер. Благодарю Тебя за все, Господь, Бог Святой. Благодарю Тебя за милость и благодать Твою. Слава Тебе. Благодарю Тебя за милость и благодать Тебя. С любовью Отца. Тогда поет мой дух Господь Тебе. Как Ты велик. Как Ты велик. Тогда поет мой дух Господь Тебе. Как Ты велик. Как Ты велик. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда я вижу ли Христа смиренный Того, Кто в мире людям был рабом. Как на кресте Он умер, Царь Вселенной, И нам спасенье приобрел на Нем. Тогда поет мой дух Господь Тебе. Как Ты велик. Да, Господь. Как Ты велик. Тогда поет мой дух Господь Тебе. Как Ты велик. Как Ты велик. Аллилуйя. 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 Слава Тебе. Слава Тебе. И хвала. Господь Бог Святой. Благодарю Тебя за этот добрый вечер. Благодарю Тебя, Господь, за Твою любовь. Любящее сердце Твое. Ты самый красивый. Ты самый умный. Ты самый добрый во всей Вселенной. Ты есть любовь. Бог. Любовь это Ты. Ты любовь. Спасибо, Господь, спасибо, Боже, что вот это истинное Богопознание, оно есть в нас и усиливается, увеличивается, Господь. Спасибо, что мы познаем Тебя, погружаясь в океан Твоей любви. Слава Тебе! Слава Тебе и хвала, Господь! Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь всей Вселенной. Благослови нас сейчас этим вечером, благослови, Боже, все, кто подключился и всех, кто потом в записи будет смотреть это видео, благослови, добрый Отец, во имя Иисуса Христа, благослови. Пусть прославится имя Твое Святое в нас, Господь. И сегодняшним вечером, Господь, многие сегодня христиане отдельно молятся, отдельные группы какие-то собираются, церкви, общины, где-то, может, большие собрания, малые. Боже, но действительно фимиам молитв поднимается к престолу Твоему, Боже, в духовном мире Твоем более реальном, чем нежели наша реальность, это, Боже, это тоже реальность, это тоже реальная реальность, Твоя реальность. Ты создал этот мир, но Твоя реальность, Боже, в непреступном свете, Господь, она более реальная, Господь, реальность. И в Твоей реальной боли реальности этот фимиам молитв поднимается, Господь, к престолу славы. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, благослови нас, Бог есть любовь. И вот место из Писания, друзья, которое утром, кто подключался утром, да, или смотрели, может, потом в записи уже сохраненную, вот этот сохраненный сегодняшний утрешний эфир, с утренней молитвой шестичасовой. «Царствие Божие, праведность и мир и радость во Святом Духе», это Римлянам 14, 17, послание к Римлянам 14, глава 17 стих. Так что это не пища и питье, это не обряда традиций, это ничто и никто больше, это праведность, мир и радость. Аллилуйя, вера, надежда и любовь. Спасибо, Господь, спасибо. Это есть Царство Твое, Господь, слава Тебе, благодарю Тебя. Аминь, аминь. Да, братья и сестры, и еще раз добрый вечер, кто подключился. Вот, будем продолжать. Вот, сегодняшний эфир, как и написал, здесь в самом начале, вот здесь в самом начале этой трансляции, еще даже перед началом этой трансляции написал, что сегодняшний вечерний прямой эфир я посвящаю памяти молодой палестинской девушке по имени Исраа Аль Грейб. Такое имя интересное. Жительница Вифлеема, убитой родственниками. Да. Спасибо Тебе, Господь, Боже, за жизнь. Помилуй, Господь, тех, кто лишает людей жизни. Боже, помилуй. И дальше я опубликовал из Амара Хаяма, один из самых любимых моих стихов его, он там размышляет, что есть ислам, а дальше он пишет, любовь к Тебе я выбрал Боже, все прочее ничтожный хлам. И дальше рассуждение, которое я публиковал я тоже на своем канале на Фейсбук. Бог есть любовь, а религия всегда не любовь. Конфликт истины и традиций. Истины и традиций. Сути и человеческих форм. Вера и религия противоположны. Знаете, у отца Александра Борисова, московского протеерея, известного, я очень уважаю этого человека. Он один из пионеров, первопроходцев, предтеч современного правоставного обновленчества, реформаторского нашего движения. Вместе с Александром Менем, с Георгием Чистяковым, с Георгием Кочетковым и некоторыми другими священниками, священнослужителями в России. И Александра Борисова, этого протеерея, можно смело назвать одним из предтеч современного реформаторского правоставного обновленческого движения. И хотя он пошел немного иным путем, совсем даже, к сожалению, но он выбрал такой путь. Это его решение. И он даже отрекался от своей книги. И согласие автора, его согласие, с его согласия уничтожили фактически весь тираж этой книги, которую сейчас я хочу тоже вспомнить, процитировать кое-что для вас. Но слава Богу, что матушка была его супруга более боевая женщина. И в тот момент она чуть не из огня, прямо из костра инквизиции русской православной церкви выхватила несколько пачек этих книг своего мужа. И хотя монахи там набрасывались на нее, хотели прям силы вырвать у нее. Но она там как завопила, что нет, это за мои деньги издавалась книга, это мое, это лично. Короче, что она захватила в руки, это не дала монахам, не дала на инквизицию, на сожжение. Это было в 1994 году, да, 1994 год, или 1995, не помню точно. Но в 1996 я вышел из традиционного православия, вот, я думаю, 1994 был все-таки год. Потому что в 1995 я приезжал к отцу Георгию Чистякову на общении как раз, уже покойного, кстати, тоже Георгия Чистякова, да, уже царство небесное, уже ушел человек в вечность. Тоже был очень светлый человек, очень много сделал для реформации православной церкви, слава Богу. Хотя он и не пошел в православное обновленчество именно непосредственно. Вот, он так и остался клириком, к сожалению, да, вот такой канонической церкви православной, официальной, традиционной такой. Он так и не решился, к сожалению, решался, все решался, вот, и так и не решился, вот, к сожалению. И, так вот, и в книге, о которой я сейчас вспоминал, так, с такой бурной историей, к сожалению, она не переиздавалась. Я хочу переиздать, но не эту книгу, а издать свою, как бы, размышления над его книгой. Вот, если кто имеет такую возможность помочь в издательстве, напишите мне, хорошо. Вот, там все мои контакты есть под каждым видео, и под этим в том числе. Здесь открывается она, сейчас я посмотрю. Ну, да, там автоматически она все, просто-напросто. Когда делаешь трансляцию, то здесь весь этот блок, он автоматически весь и сразу пишется, да, точно. Я просто перепроверил на всякий случай. Вот, Viber, WhatsApp у меня здесь обозначен и по украинскому номеру, и по российскому номеру. Пожалуйста, пишите, звоните. Вот, потом материально-финансовая и молитвенная поддержка. О чем молиться и как жертвовать. С территории России Сбербанк, карточка. Вот, потом Яндекс кошелек есть даже у меня здесь. Вебмани есть, потом PayPal, правда, я не пользовался, так и зарегистрировался, так и не пользовался. Kiwi, Kiwi, да. И в Украине Приватбанк, карточка, открытая на нашего отца Максима, да, Дениса Владимировича, да, Склярского, да. Потом, или же можно вот так вот, самый простой вариант еще, просто пополнять мобильные номера. Два номера указал я здесь своих российских, и два своих номера здесь украинских. Тот же указал. Нужды здесь автомобиль легковой, микроавтобусный, в принципе. Сейчас я даже и не знаю, у нас здесь один только водитель, отец Алексей Прошак, и он сейчас болен, к сожалению. Вот, поэтому даже если транспорт будет, у нас водителя нет пока, к сожалению, да. Помещение нужно по-прежнему, да, в Москве, в Питере, в Киеве, да, для проведения, значит, встреч, собрания таких. Современные ПК, ноутбуки, да, это все нужно, это все нужно. Вот, слава Богу, и камера есть, но нужна камера хотя бы, полупрофессиональная хотя бы. Вот, ПК нужно, нужно и прочее. Ладно, ладно, короче, это вот и все опубликовал. Даже здесь «Мой путь к живому Богу» опубликовал тезисы, давно не смотрел, оказывается, здесь такая полная довольная информация. Ладно, и вот, друзья, к сожалению, отец Александр Борисов свою книгу переиздавать тоже запретил. Вот, он не только отрекся, правда, как мне потом рассказывал, с фигой в кармане отрекался перед патриархом. Там, тогда был, кто у нас, Алексей Второй был московский, да, патриарх Сея Руси. Да, по-моему, Алексей Второй был, да, точно. Вот, значит, ну, да, 90-е годы. Вот, значит, и он, значит, это, отрекался перед патриархом, значит, и перед там собравшимися от своей книги. Вот, значит, все. Согласился на ее уничтожение, но фигу в кармане сложил. Ну, по крайней мере, так, версия отца Георгия была такая версия. Что он вышел, как некогда Галилей вышел и сказал, отрекшись, но сказал, а все-таки она вертится. Как бы, как-то он, как-то так вот. Вот, значит, что все-таки книга нужна эта. Вот, да, она вышла тогда, в 94-м, или в 93-м даже году еще вышла она. Нет, в 94-м. Вот, но книга называется «Побелевшие нивы. Размышления о русской православной церкви». Вот, я хочу издать свою, но как бы с важными такими самыми местами, фрагментами из книги Александра Борисова. «Размышления над книгой Александра Борисова». Так вот и назвал я в Черновике, по крайней мере, там, может, как-то в издании как-то будет название другое, но... В Черновике назвал так. «Размышления над книгой про Терея Александра Борисова. Побелевшие нивы». Вот, «Размышления над размышлениями о русской православной церкви». И вот у Александра Борисова, у него в этой книге целая глава посвящена как раз вот этой теме. Целая глава посвящена теме «Вера и религия». «Религия и вера». «Вера и религия». И Александр Борисов очень в этой главе четко и доходчиво разъясняет суть конфликта. Но я бы еще дополнил, конечно, потому что он некоторые моменты так сглаживает, как бы так вот довольно дипломатично. В общем-то, можно даже заострить, наоборот, некоторые моменты. Просто Борисов Александр, он, получается, как раз показывает, что религия – это форма, как бы лишенное содержание. Это формы различной религиозной формы. А сама суть – это вера. Вера. Потом, когда мы спрашивали отца Александра Борисова, почему же он отрекся все-таки от своей книги, он сказал так. Он показал там на портрет Александра Мейня, которого при жизни хорошо знал, и сказал «Ягод избрал другой путь. Ягод хочу умереть своей смертью». То есть он отрекся, чтобы спасти свою жизнь, потому что на него там религиозники наехали, что выбирай. Выбор был невеликий. Либо он и его семья физические расправы обещали, либо отречься от книги. Он избрал отречься от книги. И знаете, я не думаю, что Борисов стал от этого счастливее. Я думаю, что с того времени, наблюдая за его публикациями, вижу, что человек несчастный. Человек глубоко несчастный и разбитый духовно, к сожалению. И он там вопросы поднимал и по поводу культа Богородицы и святых, многобожия вообще в христианстве, православном христианстве. Я, честно говоря, ни у кого из наших современников, православных священнослужителей, эту проблему вот так вот остро заостренную, так вот поданную ни у кого не видел и не слышал, честно говоря. Ни до него, ни после него. Да, вот это действительно и многие другие проблемы он поднял очень хорошо. Тема антисемитизма, темы вот этого религиозного экстремизма, фашизма, там всякого, там коммунизма, там очень серьезно темы поднял. Вот, ни до него, ни после него, вот во второй половине, будем так говорить, 20-го столетия, никто эти темы так остро не поднимал в русской православной церкви, я имею в виду. Вот, я-то еще поострее поднимаю, но уже, я уже не клирик русской православной церкви, уже с 96-го года ничего общего с ними не имею, слава Богу. На сегодняшний день я являюсь архиепископом, не канонической, а такой нормальной, живой, обновленческой, значит, православной церкви, реформаторской, слава Богу. Вот, и темы я поднимаю, конечно, еще более острые, значит, и даже умышленно порой заостряю, чтобы это было, будем так говорить, доходчиво и воспринималось людьми быстрее. Да, друзья, и вера и религия, религия и вера. Вот, сегодня я у моего старого друга, вот, пастора Валентина Мироника, я прочитал об этой девушке палестинской, Исраа Аль Грейб. Интересно, красивое очень имя, красивая девушка, молодая девушка, ей всего 21 год был, представляете? Ну, вот, как моя вот средняя дочь, допустим, вот, вообще ужасно, ее убили родственники, отец, братья, вот, ужасно. Избивали, потом, значит, она, спасаясь от их пыток, избиений, спрыгнула со второго этажа, значит, там, значит, повредила позвоночник, в госпитале должны были оперировать. Туда пришел отец и братья, и добили ее, вот, ужасная история такая. К сожалению, это не уникальная история, она для, не только палестинской автономии, для многих стран ислама, они, эта история является обычной, то есть, как бы, ничего примечательного, абсолютно, вот, значит, и вот этим убийцам, по сути, ничего не грозит, потому что, даже если и какое-то будет им наказание, там, штраф, хотя бы, или что-то еще, или условно, хотя бы, тюремное наказание, вот, даже если и будет, то общественное мнение, к сожалению, этих стран, значит, большинства, вот, которых я вот вспоминаю сегодня, да, вот, в частности, палестинская автономия этой, ужасно, общественное мнение за, на стороне вот этих убийц, вот, это ужасно, конечно, и я, перечитывая у Валентина Пастора, да, насчет эту историю, я, значит, вспомнил, значит, была, я не нашел, правда, само это видео, но на Фейсбуке я даже перепост делал, но не помню, когда это было, давно уже было, несколько лет назад, видео, надо было сохранять, вообще-то, в этих своих видео, прям, даже сохранить, но там было видео, значит, с программы, с арабской телекомпании Аль-Джазира, и по Аль-Джазира, там, значит, как раз показывали, вот, одну палестинскую, по-моему, палестинскую, да, женщину, ну, арабская женщина, вот, вот, которая вырастила несколько сыновей, самубийц, то есть, они все во имя, там, веры своей, во имя Аллаха, они, значит, убили себя, вот, ну, там, я не помню, там, подробности, но они все стали террористами, короче, смертниками, вот, один, там, взорвал себя, где-то, там, в автобусе, может быть, с кем-то, там, ну, мирными гражданами, другой, там, может, где-то, на дискотеке, ну, как обычно, они, там, уступают, вот, значит, в скоплениях людей, там, и убивают себя, и, я не помню, опять-таки, забыл, я хотел найти это видео, но если найду, я, значит, пересмотрю, там, по-моему, пятеро было сыновей у нее, и вот все, короче, все ее дети, все ее сыновья, вот, сколько она их родила, воспитала уже взрослыми людьми, они убили себя, каждый из них стал смертником, вот, ну, и, как бы, значит, эту женщину показывают, расспрашивают журналист, вот, и она, значит, там, да, вот, говорит, что теперь мои дети, там, на небесах, там, значит, у них, там, куча любовниц у каждого из них, значит, там, значит, там, они, там, в раю, там, наслаждаются, как бы, ну, в своем, там, вымышленном, таком, фантастическом, таком месте, вот, значит, как она, вот, мыслит это все, и, значит, и потом спрашивали, она, говорит, я счастлива, то есть, она признала, что она счастлива, счастливая мама, что все ее дети на небесах, они там смертники и все прочее, ужасная история. Правда, потом там как бы замечание такое сделали, значит, там, ну, я не помню, но замечание комментатора, что в конце все-таки было видно на ее лице вот нотка боли, трагедии, то есть она вроде улыбалась, улыбалась, но под конец как бы, значит, там, ну, сплакнула как бы. Вот, значит, все-таки что-то человеческое в ней осталось-то, знаете ли, потому что, ну, как бы все-таки она где-то, может, глубоко в сердце внутри понимает, хотя ум ее и религиозное воспитание ее говорят одно, но внутри она еще осталась все-таки человеком, еще где-то какой-то процент, может быть, остался человечности в ней. Вот, и ужасная женщина, ужасная история, ужасная трагедия, и все это, знаете ли, ужасно поступили ее сыновья, и этому нет никакого оправдания абсолютно, это безумие, это религиозный экстремизм, фашизм какой-то, коммунизм, не знаю, как назвать даже, не знаю, как назвать это все это, безумие, одним словом. Вот, и, знаете, и вот, когда вот я перечитывал, вот, приветствую вас, Ольга пишет, да, а эту девушку убили из-за Христа, нет, не из-за Христа, из-за Христа вы ее бы вообще сразу убили бы. Вот, ее убили за любовь к одному парню, тоже палестинскому парню, я так понимаю, просто она в Инстаграм опубликовала информацию, ее отец и родственники восприняли это как оскорбление их, вот, традиции, семьи, как бы, и прочее. Вот, и убийство чести совершилось, и убили ее, вот таким, избивали, а потом, значит, она была тяжело ранена, вот, а потом ее добили. Вот, и, знаете, вот такая история. Я сейчас говорю даже не за убийство из-за Христа, там, значит, там, или, там, не, нет, абсолютно нет. Я сейчас говорю не, говорю об самом факте, именно, религиозного экстремизма, религиозного такого, знаете ли, мракобесия. Вот, меня вот несколько лет назад, последний раз тоже хотели убить, значит, ну, меня несколько раз уже заказывали, хотели убить, начиная с 96-го года, когда, значит, мои же братья, мои же коллеги, будем так говорить, да, вот, православные священнослужители, еще в 96-м году первый раз, когда, значит, там, значит, приехали ко мне эти, ну, криминальные люди, одним словом, бандиты, вот, со своим начальником каким-то там, или как авторитетом, ну, одним словом, с босса ихний. Вот, и я тогда несколько месяцев только как вышел из традиционного православия, такой священник-диссидент, вот, и они приехали пообщаться, вот, значит, и, ну, по ходу разговора я узнаю такую историю, что, оказывается, мои же братья, православные священнослужители же, нашей же епархии тогдашней, где я служил, ну, я уже не служил там, но где раньше служил, в Брянской области, Брянско-Севская епархия, вот, значит, заказали меня этим криминальным людям, убийцам, вот, и этот авторитетный их, там, криминал, криминальный человек, он сказал, значит, что, значит, они там за мной наблюдали некоторые дни, вот, и пришли к выводу, что батюшка верующий, а у них тоже какой-то там свой кодекс есть определенный, вот, и он, значит, там, сказал мне тот дядька, что, значит, что, вот, батюшка, мы решили, короче, не убивать вас, вот, и, значит, сказали, что, сказал, что, ну, мои, ведь, люди не сделают, однозначно, могут, могут другие какие-то там безбашенные сделать, вот, беспредельщики какие-нибудь, вот, значит, и я не знал даже, что делать вообще, он мне, ну, по-отцовски, будем так говорить, как бы, в отцов не годился, значит, по возрасту, там, он сказал, значит, ну, я просто советую вам куда-то уехать, не мозолить им глаза сейчас, из этого района, вообще, из области лучше уехать сейчас, так, говорю, а куда я уеду, мне даже ни на что уехать вообще, вот, реально, там, у нас дома шаром покати, вообще, деньги быстро закончились, вообще ничего не было, вот, мы сидели, значит, там, я сторожем подрабатывал, значит, там, охранял дом молитвенный у писятников, а для батюшек православных традиционных это было еще хуже, вообще, как же так, у сектантов дом молитвенный, ах, 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 асторожит еще, вот, ну, как сторожа, они мне там немного приплачивали, вот, вот, на этой как бы мы и жили, вот, и, ну, и так, кто, кто, что по старой памяти, там, из бабушек, там, дедушек, там, даст, что-то, баночку, там, соленья, варенья, вот, и все, на что жить, куда, тем более уезжать куда-то, переезд, у нас вообще не шиша, как говорится, короче, эти бандиты еще даже и помогли материально еще, вот, с транспорта, значит, сектанты помогли мне, значит, и бандиты, ну, как вот, как вот сектанты, как вот, ну, в глазах традиционного православия, писятники, харизматы, там, значит, помогли с машиной, с погрузкой, значит, бандиты помогли тоже, значит, там, с этим переездом, вот, вот, и уехал я с Брянской области, чтобы не мозолить глаза этим убийцам в рясах с крестами на груди, как говорится, да, вот, потом были еще неоднократные случаи, вот, последний случай был несколько лет назад, в Брянске, уже в Тульской области, в Туле самой, вот, когда, значит, там, ко мне подошли несколько, там, братьев, бывшие криминальные люди, а теперь они уже верующие, уже, там, давно уже верующие, еще в 90-е годы покаялись, вот, значит, бывшие бандиты, вот, сейчас они уже писятники, там, да, писятнинской церкви, вот, значит, и, значит, рассказали, что так и так, вот, они, значит, узнали, вот, некоторых, там, криминальных людей, с кем-то пересекались, вот, недавно узнали такую историю, что, оказывается, вас заказала в очередной раз православная церковь, ну, епархия места, одним словом, заказали одному человеку, убийце, который занимался этим профессионально, как бы, это его было, ну, как бы, киллер, работа, вот, и епархия его услугами пользовалась уже неоднократно, оказывается, значит, ну, там, кого, как, я не расспрашивал, это, как бы, не мое дело вообще, просто я послушал то, что касалось меня лично, вот, это я послушал, что же они говорят, братья, бывшие бандиты, они рассказали, что, значит, так и так, вот, значит, что, вот, этот киллер, будем так говорить, услугами которого епархия пользовалась неоднократно, вот он был удивлен, что заказали на этот раз батюшку же, священника, тем более архиепископа, вот, значит, ему было-то чудно, конечно, что-то здесь не так, он несколько дней наблюдал за мной, оказывается, представляете, я, значит, ну, не сказать, прошло уже, я, значит, ходил в магазин на улице с детьми, с внуками, вот, а оказывается, а в это же время, оказывается, значит, некто смотрел, значит, и искал хорошую возможность меня физически убить, ликвидировать, вот, по заказу епархии же, по заказу же православных священнослужителей, вот чудно это, конечно, ну, это и печально, конечно, это все, и трагично, и комично, одновременно, наверное, вот, какую-то черную комедию можно снимать просто по этому эпизоду, и, значит, и, ну, да, значит, и он, конечно, сразу заподозрил, что-то здесь не так, потому что архиепископ, он посмотрел, как мы живем, ну, в глазах, по сравнению с другими священнослужителями православными местными, я просто был нищебродом в его понимании, куча детей, живем в одной там квартире трехкомнатной, хрущевке этой, значит, да, видавшей виды уже в древней квартире, вот, значит, и вообще ничего нету, ну, для него это просто нищета, он, как архиепископ живет в такой нищете, как бы вообще, ну, короче, он понял, что что-то здесь не так, он стал интересоваться, оказывается, значит, что же это за архиепископ такой, чем он занимается, ну, то бишь, я чем занимаюсь, вот, и с удивлением я обнаружил, что, оказывается, я такой необычный священнослужитель, и касательно и православия даже, и христианства, реформатор. Одним словом, этот человек, он передумал меня убивать, значит, ну, правда, повлияло еще кое-что, не только его эти, ну, как бы, умозаключения и наблюдения, а повлияло еще и то, что он разузнал по своим, там, профессиональным этим каналам, вот, у своих этих, ну, коллег, будем так говорить, да, значит, по своему этому безбожному ремеслу, вот, значит, он узнал, значит, такую информацию, оказывается, эти же священнослужители заказали и его самого, то есть, в услугах его больше они уже не нуждались, то есть, он должен был меня убить, а после того, как он исполнял это, должен был исполнить это преступление, другие люди должны были его убить, в свою очередь, представляете, значит, то есть, получается, ну, с криминалом настолько сильно срослось, что, ну, они даже и, вот, устраняют и таких людей, которые, значит, на них работают. Да, приветствую, так, Леонид, спасибо вам и слава Господу Иисусу Христу, аминь. Арсений, добрый вечер, шалом, да, уж, притча о винограднике, изначально произнесенной Иисусом об иудеях, вполне сегодня относится к РПЦ, Господь отдает другим делателям свой виноград, ну, это сто процентов. Я в 96-м году, кстати, перечитывая, вот, после того, как все это, вот, узнал подробности, того первого случая, когда меня заказали священнослужители благочины, там, значит, там, и священники нашего благочиния, вот, значит, небезведомо архиерея, кстати, как я потом уже узнал уже, вот, значит, ну, всего, либо молчаливого, либо словесного одобрения, одним словом, вот, тогдашнего архиеписка, помельхеседека, брянского, севского. Вот, значит, я когда прочитал, снова перечитывал притчи Иисуса, то о винограднике, да, о виноградарях, я, Арсений, к такому же мнению пришел тогда, и абсолютно вот так же увидел, думаю, надо же, вот, настолько религиозная система, она подлая, вообще, изначально, вот. И знаете ли, и неважно, какая система религиозная, православная, протестантская, католическая, какая, мусульманская, иудейская, любая, сама система религиозная, она порождает монстров. Сама религия, религия, вот я как раз вот с чего начал, что, вот, есть религия, есть вера, да, у Александра Борисова, протоиерея московского, это очень хорошо, в книге было показано, очень хорошо, вот, и, значит, в своих размышлениях над его книгой, который я хочу издать, я уже говорил об этом выше, я хочу заострить, наоборот, эту тему, вот, с такими примерами из жизни, значит, потому что сталкивался за эти годы своего реформаторского такого труда, начиная с 96-го года, священнослужителем-то я являюсь православным еще с 87-го, 88-го годов, начался мой трудовой стаж, будем так говорить, значит, да, де-факто с 87-го, а де-юре с 88-го года, вот, значит, но с 96-го года я тружусь как реформатор, как обновленческий такой реформаторский священнослужитель православный, как евангелист, миссионер, и вы знаете, и с 96-го года, начиная, очень много общался с разными религиозными, авторитетными в религиозных кругах людьми, что касается и православия, и католицизма, и протестантизма, и я сегодня констатирую факт, что религия, религиозная система любая, абсолютно любая, я пока не нашел такой, будем так говорить, религиозной системы, которую бы я, ну, скажу так, назвал бы, ну, адекватной, более-менее адекватной. Ну, встречал, правда, но это отдельные такие примеры, я их мало знаю, реально мало знаю, просто вот пересекался, и был в гостях, и общался, и видел более или менее соответствие как раз вот тому, что я представляю правильным в этом всем. Допустим, у протестантов я встречал, проживая в гостях, у амишей именно нитов, вот, я видел единственные из протестантских вот течений, где мне очень сильно симпатично было именно, да, религиозная система определенная, но она настолько прозрачна, и она вот чиста. Вот, к сожалению, больше пока я примеров, ну, других не знаю, католицизм, да, есть светлые личности, и да, я в Украине в 97-м году оказался впервые, как раз именно благодаря католическим иерархам, священнослужителям, благодаря Любомиру Гузеру, тогдашнему помощнику кардинала Берега Католической Церкви Украины, я, значит, собственно, и остался в Украине в 97-м году. Я гостил у него как раз, и через него я, в общем-то, в таком, ну, во многом, во многом именно общение с ним, знакомство с ним, оно повлияло на мое сегодняшнее, современное мое реформаторское православное служение. Хотя он сам не был реформатором, абсолютно, но человек системы, казалось бы, очень жесткой религиозной системы, иерархии, но светлой души, и, опять-таки, независимо от иерархии, независимо от системы, структуры, религии, везде есть те, кто действительно, вот, ищет Бога, любит Бога. О, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. И вот и Амара Хаяма, я цитировал уже сегодня, да, вот его слова. Любовь к тебе я выбрал Божия, все прочее ничтожный хлам. Аллилуйя. Миллион расправ. Миллион расправ, Амар Хаям. Вот, значит, и сегодняшнее, утрешнее размышление, хочу напомнить, над строками Священного Писания, Римлянам 14-17, еще раз. Царство Божие, праведность, мир и радость в Духе Святом. Аллилуйя. Вот, вот это и есть, да, это и есть вера, друзья. Вот, там, где нет, вот, праведности, мира и радости во Святом Духе, там, по сути, мертвячина. Там религия, да, религия. Вот, а сама вера именно в этом заключается. Царство Божие именно в этом заключается. Спасибо тебе, Господь, за все. Вот так вот, друзья. Конечно, тема огромна. И сегодняшним вечером, конечно, я вот так вот, вот, вспоминаю ту девушку, размышляя вот об этой трагедии, свершившейся там в Палестине. И, кстати, она, знаете, где она жила? Вы ахните, удивитесь. Я там нотацию, в принципе, оставил, не вот, не в этих, не в чате, а под видео в сообщениях. Я там написал информацию об этой девушке, вот, и об этой трагедии более подробно. Значит, и вот, она жила в Вифлееме. Представляете, в Вифлееме. 21 год, молодая девчонка совсем. Совсем девчонка еще. Вот, и, конечно, отец и братья восприняли это, родные двоюродные, восприняли это, как оскорбление их чести. Вот, их религия, религиозное воззрение были, будем так говорить, оскорблены. Страшные люди религиозные. Очень страшные. И неважно, какой религии. Конечно, да, в исламе это очень выпукло, гротескно все смотрится, но в христианстве такие же тараканы абсолютно. Вот, значит, просто христианские тараканы. Там мусульманские, здесь христианские. Но, в принципе, это все, как говорится, хрен и редьки не слаще. Или хрен васаби не слаще. Это все одного поля ягода. Да, и наша инквизиция христианская, вот, православная, в частности, восточная инквизиция, беды совершила в своей, ну, за всю историю столько, что, там, уму непостижимо. Вот, хотя обычно принято говорить об инквизиции западноевропейской, а восточной не принято говорить, почему-то, ну, ясно почему. Потому что на Западе, может, и реформация началась, и реформаторы еще с 16-го столетия все это тайно открыто. Там бы тоже самый, такой же бардак был бы в Западной Европе, если бы не реформация в 16-м столетии. Тоже бы все бы табу, секрет информации, тоже бы все бы где-то в архивах Ватикана и прозябало бы. Если бы не реформаторы в 16-м веке начали все публиковать в 17-м веке, мемуары, все люди, пережившие какие-то узы, аресты, пытки, свидетели казней инквизиторских, стали публиковать все эти материалы. Конечно, там, мир вздрогнул, будем договориться. Вот. И в православии у нас, в православных странах наших не было такой большой реформации, поэтому сильного интереса не было все это ворошить. Хотя в советское время коммунисты все это ворошили, было, ну так, очень осторожно, но они это использовали в своей антирелигиозной пропаганде в целом. То есть не против там православия или что-то еще, а против вообще религии, против, в смысле, веры в Бога, как такового, вообще, вообще восставали. Ой, спасибо тебе, Господь, что мы не так познали тебя. Спасибо, Господь, что не религия, а вера, живая вера в живого Бога, в тебя, живого Бога. Аллилуйя. Братья, сестры, и действительно, вера, живая, это праведность, мир и радость в Святом Духе. Сегодня, это живое общение с живым Богом, живое общение с живым Богом, с живым Создателем нашим, Творцом. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо. Хочу причастие совершить. Интересно. Хлеба у меня не осталось, оказывается, здесь на квартире, но остатки вот того лаваша мексиканского остались странно, но не заплесневело, ничего. Хотя давно уже лежит уже, как они так выпекают его, что лежит и не портится. Ну, ладно. Интересно. То есть уже пару недель уже и хоть бы что. Вот. Вот так вот. Возьмите какой-то хлеб. У меня, в принципе, есть ржаной хлеб, после что. Здесь еще. Вот. Но самое-то главное не то, не вещество хлеба. У меня есть вот, да, плод виноградной лозы, сок виноградный. И я благодарю Бога всемогущего за действительно, что можем сегодня мы в простоте вот так вот евангельской простоте принимать великое тайну, великое таинство тела и крови Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Великую тайну, великое таинство. Христос в нас, упование славы, самая великая тайна. Вот. И люди страдают. Религия это не любовь. Бог есть любовь. Вера, да, надежда, любовь. Но религия это как раз не любовь. Вот. И вера, она крыляет. Религия унижает. Вера, как можно описать веру? Я прощаю всех, потому что Бог простил меня. То, что я имею, то и даю. Он любит меня, потому что я могу любить. Да. Он верит в меня, потому что я могу верить. Он надеется на меня, потому что я могу надеяться, поэтому. Вот. А религия, она всегда достигает. Вот, да, это религары, это связь, такая попытка связаться, связывание, вот, с вечностью, с Богом. Какие-то мосты, какие-то лестницы ставятся наверх. Александр неправильно говорил, что все религии, они вот, действительно, эти вот лестницы, которые ставятся наверх, да, люди по ним карабкаются, столетиями, тысячелетиями. Вот. Но, Иисус Христос, он сравнил Иисуса Христа, как раз с лестницей спущены прямо с неба, для всего истрадавшегося человечества. Хорошие, очень красивые сравнения. Да. Вера, это, когда я совершаю что-то, допустим, да, она противоположна религии. Религия всегда хочет заработать, доказать что-то хочет, самому себе, окружающим людям. Вера ничего не доказывает. Вера просто любит, надеется и верит. Вера, она просто действительно действует. Вот. Религия, она всегда вот так вот, что вот стращает всегда, религия, вгоняя в депрессии какие-то, не знаю, ужасы какие-то. Люди религиозные обычно очень неулыбчивые. Вот. Я еще до сих пор еще, вот, во многом, вот этого религиозного налета, значит, стараюсь его, изживать из себя просто, каленым железом просто, духа святаго, просто выжигаю. Вот. Очень сложно. Знаете ли, как вот из Египта проще было выйти, да, евреям, нежели Египту, уже покинуть сердца, вышедших из Египта. Вот, Чарльз Петтжин говаривал, что 40 дней надо было всемогущему Богу, чтобы вывести нас из Египта, но 40 лет понадобилось, чтобы Египет вывести из нас. Получается, да, 40 дней, чтобы нас из Египта, и 40 лет, чтобы Египет из нас вывести. Да. Надеюсь, мне нужно будет меньше, чем 40 лет, чтобы вот это все вышло из меня, египетская вот эта всякая закваска. Ой-ой-ой. Но даже если вышло, что все равно нужно ухо востро держать, потому что Господь всем нам говорит, берегитесь закваски фарисейской, саддукейской и иродовой, которые с лицемерия. Вот. Всякой религиозной, религиозно-политической, политико-религиозной закваски, которая квасит тело Христа. Да, паразитируя просто. Вот. Господь да благословит нас. Господь да поможет нам всем. Каждый идет своим путем. Но путь у нас глобально один. Жизни путь. Это сам Иисус Христос. Арсений тоже пишет. Религия убивает. Столько искренних людей хотят хлеба, но им дают камень. Да. Тоже вот. Арсений молодец. Хорошее сравнение, да. Потому что вместо хлеба камень, вместо рыбы змею. То есть религия, она строится на подмене. На обмане, на подмене. Человек религиозный, он старается заработать рай. Человек веры, он не зарабатывает рай. Он просто живет в раю. Он просто живет в раю и действует, живя в раю. Райски действует. А человек религиозный, он всегда карабкается, он ищет, он зарабатывает, зарабатывает свое спасение. Человек веры, он просто принял спасение и наслаждается ими, и живет им, и действует в этом спасении. Это разная совершенная харизма, разные совершенно взгляды на мир. Для человека религиозного стакан всегда наполовину пустой. Для человека веры стакан всегда наполовину полный. Религиозный человек это пессимист. Человек веры это всегда оптимист. Притом неисправимый оптимист. Слава тебе Господь. Благодарю тебя. Благодарю тебя за все, за все. И самый великий момент. Источник нашего оптимизма вот он. Причастие. Источник нашего оптимизма это сам Христос. Причащение его тела и крови. Это Христос в нас. Упование славы. Это источник нашего оптимизма. Спасибо тебе драгоценный Господь. Спасибо тебе за все. Благодарю тебя Господь. Благодарю. Благословен ты Царь всей вселенной. Благословен ты Спаситель наш. Господь наш. Слава тебе. Слава, слава, слава. Аллилуйя. Благословенный Бог отныне и вовек. Боже всемогущий, и помоги Господь, Боже, и христианам, и мусульманам, и иудеям, и представителям разных-разных всех остальных на земле, сколько существует разных религий, действительно обратиться в Тебе, Богу Святому и Истинному, Который есть любовь, Который есть Отец всем нам, любящий, долготерпеливый, человеколюбивый. Ты есть любовь, Отец, и Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего за нас, доказал Свою любовь, пролив Свою кровушку за нас, душу Свою за нас положив, однажды и навсегда приобретя нам искупление вечное, доказав к нам, ко всему роду людскому, Свою любовь. Господь, слава Тебе! И самое величайшее доказательство этой любви Твоей, вот, тело и кровь Сына Твоего Иисуса Христа, тело и кровь Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, доказательство божественной любви, то, что Бог любит нас. Вот, это самое сильное доказательство божественной любви ко всему роду людскому. И да познаю Тебя, Господь, Духом Святым, все народы земли, праведность и мир и радость во Святом Духе. Царство Твое! Царство Небес! Слава Тебе, Господь, на этой земле! Царство Твое! Внутрь нас есть! Спасибо, Господь, спасибо! Благослови! Друзья, и возьмите себе тоже немного хлеба, я вот возьму вот этот мексиканский лаваш, вот, остатки его у меня, вот, нашел здесь, кажется, у меня есть лежат еще, я думаю, уже пропал, нет, там не пропало, да, лаваш. Вот, и виноградный сок. Утром я принимал причастие, просто воды наливал, допустим, можете тоже, если нет сока, просто даже воды налейте. Самое главное, не вещество причастия, а вот само рассуждение наше о теле и крови Христа. Самое важное, что Бог в нас, упование славы, Христос в нас, сам Иисус Христос, Господь Бог Святой, Живой, Спаситель наш, Аллилуйя! Слава Тебе, Господь, слава Тебе! Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, Аллилуйя! Аминь! 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 Спасибо, Господь, спасибо! 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 Помолюсь! Воспоем Господу, друзья! За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец! Благодарю Тебя, Иисус! Благодарю, О Дух Святой! За все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю, я Тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе и хвала, Господь! Тело Иисуса Христа, аминь! Кровь Иисуса Христа, аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Пейте, ешьте, братья, сестры! Аллилуйя! Радуйтесь! Христос, Господь Иисус Спаситель! Аминь! 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 Спасибо, Господь, спасибо! Благодарю Тебя, Господи Божий наш, за причащение пречистых Твоих, святых Твоих тайн, тела крови Твоих. Благодарю Тебя! Благодарю Тебя за жизнь и жизнь с избытком. Благодарю Тебя! Пусть, Боже, люди религии станут людьми веры, Боже, веры Твоей, не человеческих измышлений о Тебе, а настоящего живого Бога людьми, детьми Твоими, Господь, слава Тебе! Ты наш добрый Отец, мы Твои чадо возлюбленные и живем в любви и подражаем Тебе, как чадо возлюбленные. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Бог Всмогущий, слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Александр тоже, слава Богу, что он освободил нас от всяких церемоний, обрядов, ритуала через свои страдания. Аминь, аминь, аминь! Друзья, братья и сестры, благоставляю всех вас, возлюбленные во Христе Иисусе, причастников, причастниц, поздравляю всех с притечением святых Христовых тайн, тела и крови Христа Иисуса, благоставляю всех вас, возлюбленные, в шесть утра подключайтесь к утренним молитвам. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. Друзья, сегодняшний вечер вспоминал ту девушку, Исраа, такое очень красивое имя у нее было, слушайте, совсем девчонка, Исраа Аль Грейб, из Вифлеема, оборвалась жизнь юной девушке. Религия действительно страшна. Ислам, христианство, иудаизм, буддизм, кришнаизм, не знаю, религии столько на земле, тысячи и тысячи религий, больших и малых. Больших на слуху, малые вообще даже, мы не вспоминаем даже. Но как бы то ни было, даже если этой религии держится лишь один человек, всего лишь, все равно это религия. Религия всегда жестока, потому что она считает только лишь у нее Бог, только лишь у нее спасение, только лишь у них истина. Если вы ходите в какую-то церковь, мечеть, синагогу, и если вы слышите такое, что только лишь у нас благодать, только лишь у нас Бог, только лишь у нас истина, бегите оттуда, просто бегите оттуда, как можно скорее. Вот, потому что это самый первый признак религии. Самый первый признак религии. Я в себе это просто искореняю, борюсь с этим, уже много лет уже борюсь с этим. Вот, начиная с самого 96-го года, когда я вышел из традиционного православия, я с этим борюсь в себе самым. Вот, и молюсь о том, чтобы вот эту свободу, где Дух Господень, там свободу, чтобы вкушали многие-многие души. Сам вкушаю и говорю об этой свободе всем, и молюсь за эту свободу. Будьте свободны во имя Иисуса Христа. Аминь.